Система гемостаза имеет свертывающую систему и противосвертывающую. Свертывающая система имеет первичное звено, первичный гемостаз с помощью спазма сосудов, при повреждении целостности сосудов, спазм сосуда и тромбоцитарное звено со всеми своими последовательными реакциями. И дальше активируются впоследствии уже факторы свертывающей крови, которые, это белки, которые находятся, плавают, ну не только белки, которые плавают уже в растворенном виде. Препараты, которые влияют на тромбоцитарное звено, это антиагрегантные препараты, а препараты, которые влияют на вторичный гемостаз, это уже антикоагулянтные препараты. Ну и ни в коем случае нельзя назначать самому себе, грубо говоря, и аспирин, и антикоагулянты, и еще туда витамин D, которые увеличивают содержание кальция в крови, со всеми затекающими последствиями, если вот эта комбинация не контролируется врачом на основании результатов каллограммы, количества тромбоцитов и так далее, можно это все разбалансировать до печальных последствий. Вот как происходит закупорка поврежденного сосуда, эндотелий выделяет активные вещества, туда стремятся тромбоциты. Любая шероховатость тромбоциты воспринимают как шероховатость сосуда внутри, воспринимается как сигнал действия. Вот они стремятся туда, формируют пробку, а дальше уже факторы свертывания плетут сетку нити фибрина, и впоследствии уже через какое-то время вступает в силу противосвертывающая уже система, и репаративные механизмы полностью заживляют поврежденное место. Активация плеток при приеме аспирина не отстраняется полностью, так как не блокируются эффекты силы агонистов. Ваши доз, травмина и коллагена, которые стимулируют тромбоциты, независимо от тиклооксигеназного пути. Антогонисты рецепты с окстрем... Вот, ну это на презентации по поводу влияния дозагриванта аспирина, кислоты самого известного. И вот действия различных дозагривантов. Само широко применяем аспирин. И какими используются лабораторные методы для этого. Съемка функций тромбоцитов. И факторы роста, которые находятся в тромбоцитах, активно используются в плазмотерапии. Но при этом, конечно же, у человека должно быть достаточное количество тромбоцитов. Потому что если он ходит с тромбоцитопени, то, естественно, он себе тоже с плазмотерапией не поможет. Вот продолжительность жизни тромбоцитов. Разрушаются они потом слезенки. Более молодой, ретикулярный тромбоцит будет более темный. И такие полупрозрачные, незрелые, уже будут тромбоциты постарше. Они будут размером с эритроцит. Чуть меньше эритроцита уже. А зрелые тромбоцитики хорошие, которые полноценно выполняют функцию свертывания, они уже намного меньше эритроцитов. И вот как они выглядят при... Это плоская пластинка. При активации она становится, грубо говоря, можно сравнить с липкой конфетой, карамелькой. Становится липким таким, и у него выросают все в доподии. Впоследствии, и вот они из-за того, что они становятся липкими, они начинают друг к другу прилипать. Так называемая агрегация тромбоцитов. И вот то, что содержится в гранулах тромбоцитов. Арфагранула. И плотный гранат. И вот везде этот кальций. То есть увлекаться витамином D не стоит. Лучше, если хочется потратить деньги в чеке, лучше пойти и сдать какой-нибудь еще анализ. И человеку интересно, и лаборатории, так сказать, приятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.